я люблю всех и каждого с вами body сегодня в рубрике беглый взгляд мы посмотрим свежевышедший инди проект долгожданный инди проект the witness свидетель от джон табло он вам должен быть известен по можно сказать ну не сказать родоначальнику инди движения но одному из основоположников его популярности платформе braid всем нам известный был создан этим человеком и теперь вышел новый проект the witness игра начинается без кого-то меню без всего то есть сразу начинается то что я появляюсь в этом коридорчике непонятно принципе есть возможность выйти в меню но она что называется не дефолтная ладно в любом случае это головоломка так я так понимаю мне нужно будет провести отсюда сюда теперь обратно да теперь обратно получается таким образом открываются двери хорошо по что называется началу игры нам говорят о том что мы это его описание конечно прочитал нам рассказывал о том что мы очнулись на каком-то острове и на каком именно острове и зачем это все нужно так много механика понятно назад вести не надо же просто еще раз нажать кнопку на каком и на острове что мы тут делаем и как нам быть дальше понять придется нам с вами уже здесь по мере называется прохождение очень сочные яркие краски стилистически игра хороша так игру сравнивают стала с принципом я так понимаю что все головоломки будут сводиться к тому что мне нужно от лабиринта к лабиринту дайте что такое ощущение что да ну куда осмотримся но я примерно уже понял чуть не требуется судя по всему то есть мы просто идем от точки а к точке б решая вот эти вот лабиринтные головоломки может быть будут какие-то записки может быть не будет пока непонятно но понятно что много так ну все я понял и такое ощущение что если мы решим ту и ту головоломку здесь появится 3 от нее провод идет дальше ладно давайте называется по мере поступления информации здесь быть легко я думаю здесь это будет легко так одну запитали она пошла куда но пошла отсюда направо да очень напоминает о вас по я играл то вас принципе вопрос на канале у него это были проблемы записи я записывал беглый взгляд ну сколько здесь много этих связанных кабелями задачек да такое ощущение что все не связаны ладно давайте померюсь называется сложности тут я думаю тоже будет легко так нам нужно отсюда пройти вон туда ну вот я вижу единственный путь и такой вот делается все довольно легко активировали там активировался вот здесь у нас терминал да здесь принципе наверно тоже будет довольно легко так сразу давайте проделаем путь а мне куда надо а все понял так ну я понял дорогу даже так довольно таки быстро хорошо в принципе я имею ввиду механика геймплея простая то есть да будет тяжеловато местами наверно решать иголомки когда будут они такие разветвленные как мы видели с вами на экране но при этом сама механика действия непосредственно в своими руками довольно таки простая довольно таки всем известны так здесь я так понимаю несколько мест будет так сюда не пришел кабель соответственно рано сюда еще идти они там где-то туда получается я все решили пошли сюда мне кажется сначала сюда бегать там помпа проще было так давай смотреть две точки на привести примерно одну наметил теперь отсюда же нужно прийти в другую да так а чё-то я особо не вижу как туда прийти все вижу по той же дороге так для пошел по той же дороге так потерялся я пути потерялся я пути только что же по ней же прошел число и утопника в глазах рябит честно говоря лучше отсюда поведем называется надо лучше пойти методом от обратно лично запитали ну геймплей прикольно затягивающий мне нравятся такие вещи показалось пятно выводят здесь запитали здесь запитали но судя по всему осталось всего лишь одна не запитана нерешеная головоломка на этой локации находится она прямиком вот здесь ну давай ну давай здесь нужно начинаешь присматриваться начинает дико рябить в глазах но я пока вижу проход такой вот хорошо и отсюда такой же нужно найти по идее нужно прийти куда-то сюда же чтоб сюда мне прийти нужно как-то вот сюда дайте здесь и не пойду давай поведем по обратке вот так поведем слушай но тут нужно подумать помолчать спокойненько выдвину уже нашли до со стороны всегда что называется проще тогда смотреть у нас отсюда проход есть только вот сюда здесь нет а все ешь запитал по идее все же лишь один провод поэтому все нормально то есть тупники мои были в том что я думал что здесь нужно две точки от него провод не идет соответственно это ложный путь а это путь истинный все теперь понял дано судя по всему мы решили все головоломки не без тупников конечно справлюсь мне кажется довольно так быстро теперь ну теперь бы просто мне кажется хорошо уже на геймплей прикольный геймплей затягивает конечно тяжело будет делать вас play по такой игре потому что здесь принципе кроме этих манипуляций с различными панелями не происходит по большему счету ничего но вот так для себя поиграть можно так судя по всему у нас тут у добро пожаловать судя по всему у нас тут целый остров нашей доступности по типу как это было того с принциповым там видео перейдем до видно и кажется что туда добраться это нужно лучше игру пройти но такое первое впечатление ладно пошли посмотрим что здесь пока просто по изучаем когда какой-то новый головоломок я пока не совсем понял мне нужно от одной точки до другой дойти успеть быстро что ли слушайте эти камешки мне не мешают не мешают я не понимаю так вот здесь белая точка здесь черная точка не активно да так честно говоря здесь пока не понял такое ощущение что нам эта дверь недоступна по уровню или что-то я просто я туплю видите даже не задел эти точки но все равно не активно ну ладно пока оставляем пока туплю но нужно подольше просто подумать но имеем эту дверь в виду пошли посмотрим что здесь какие-то экраны непонятные такое ощущение как будто шкала заполняется нет звук очень хорошо проработан четко видите наступил на деревянную полу соответственно меняются шаги так здесь что слушай опять что опять эти черные шарики меня путают может мне нужно их все задеть да все понял это как в пэкмане да то есть я должен их змейка это же змейка ребят точно это змейка реально напоминает змейку на нокии то есть я должен собрать все шарики и при этом что называется добраться до цели да да правильно пошел хм уж это уже это интересно это интересно да ну и чем дальше тем тяжелее соответственно так чтобы мне это все собрать и при этом не попасть в просачок нет я себя уже загнал нет здесь себя тоже загнал потому что вот эту как взять так получается получается наверное должен пойти в любом случае сюда я должен прийти вот отсюда это стопудово только как туда дойти у меня вот это смущает то есть допустим смотрите я делаю вот так я пришел но это не взял так а если я беру вот эту затем беру вот эту не в любом случае не попадаю нет скорее всего должен прийти отсюда вот сюда поэтому это скорее всего скорее всего вот так вот так да все было проще намного чем я думал прийти к правильному решению нужно потратить некоторое время видите три точки отсчета какая-то из них верная какая-то из них верно конечная точка где все вижу все вижу нет я должен уйти отсюда сюда и прийти отсюда соответственно что сюда попасть я могу попасть только отсюда чтобы взять эту при этом взять эту нет нет по-моему я нашел дорогу так здесь у нас сетилизеры активированы ну да это это игра именно для себя это я считаю что для летсплея игра не совсем приспособлена потому что кроме как комментирует свои действия на этих панелях что-то делать довольно тяжеловато там даже подушку подушки наверху лежат смотрите они играют какую-то роль просто интересно что здесь посмотреть там же по-любому что то есть посмотрим нет отсюда просто очень хороший вид ладно победе ли такие кислотные цвета маленько непривычно так ну там вижу тут о речи нашел смотри нашел как сюда проникнуть сюда не проникаешь он не проходит сюда на отсюда видно что тут и тут принципе только какой-то синий ящик но пройти сюда возможности нет видите уже давайте попробуем знаю то что я понял про эти точки попробовать здесь что-то сделать а здесь видите совсем по-другому то есть они не лежат чтобы две собрать сразу нет нереально когда начать откуда-то отсюда не понял просто пробую просто пробую так слушай это все не так просто как это кажется собрался но не пришел в нужную точку вот видите когда здесь две стороны это понятное дело что сюда уже не вернешься то есть начинать нас с другой стороны ну вот я сейчас все собрал только на что это повлияет все равно не работает да здесь еще надо думать но у меня комментариях можно пишите здесь нужно повозиться подольше я посмотрю что здесь принципе вся игра это прямо будет связанными на этим взаимодействием черное-белое так они будут учить меня что значит эти точки что значит черное-белое пока не понял нельзя тогда и так нельзя что я должен все их обойти что ли да какие-то буквы что ли получается пока честно не понял смысл но возможно его пойму рано или поздно с вашей помощью пока что называется по наитии так здесь не взаимодействия но если вы проводите не зацеплено я все и должен обогнуть получается нет так если вот так вот так вот так вот так вот так ты не задействован да интересно девки плюшит я не смогу дойти чтоб все обогнуть их честно я не вкуриваю что здесь нужно сделать обогнуть их не обогнуть здесь касается что у белых касается трех сторон у черных тоже трех сторон я тупой может быть можно по второму разу проходить по ним ладно как же с панельками все понятно пошли посмотрим что дальше есть просто так для осмотра а то я на этих панельках зависну на полчаса и мне потом будет говорить ты ничего не показал а наш с вами беглый взглядом в первую очередь призван посмотреть вообще в принципе игру в чем она заключается но пока кроме как взаимодействие панелями от точки от точки б довести в принципе больше мы ничего сами не видели я посмотрю что здесь есть какой-то типа карьера что ли но стилистически конечно игра прикольная так смотри провод тянется оттуда тянется сюда да при этом что здесь у нас а тут вон чошь даже такие махинации есть ну да каждой панельки чем-то отличаются так здесь какие-то причудливые вазоны ого так понимаю сюда заходит несколько проводов чтобы понять что здесь нужно его запитать тогда возможно если что-то появится или еще что-то да вот видите эти панельки должны быть запитаны чтобы они были запитаны нужно отсюда прийти должен провод прийти и получается где-то вон оттуда аж вот там панелька стоит да но опять же повторюсь эта игра именно для себя летсплея по ней не ждите так здесь две сразу да они получаются идут симметрично а здесь получается я не могу здесь получается не могу поэтому мне нужно повернуть сюда уйти сюда в этом тоже есть свой прикол но с одной стороны это легче потому что ты следишь за движениями двух сразу если одно ограничено то соответственно второе тоже нужно следить за двумя путями сразу это одновременно и сложнее с другой стороны и легче потому что так ты понимаешь что ты поступаешь правильно что причудливы такие какие-то иероглифы я получаю тут какая панель к нам попалась а тут еще выбор есть откуда пойти подожди отсюда я могу пойти нет получается да не просто для здоровья у моей роста ты точно потеряюсь по центре я потеряюсь так одну зацепили все пошла вода горячая смотрю что творят панелька активная нет но судя по всему к ней провод приведет после того как я что-то активирую там да может быть уплыть отсюда прям прямиком похоже на туда все таки моя задача выбраться с острова так это панелька активировалась да это панелька активировалась что здесь у нас идем навстречу друг другу это уже тяжелее парни но все равно нормально терпимо терпимо здесь и пройти не могу здесь и пройти не могу ну уж и тупик походу во всех смыслах этого слова а наоборот здесь запутываешься думаешь что нужно к одной точке привести а нужно на самом деле к другой точке привести определенную сторону хорошо и что у нас тут активировалось что-нибудь нет внутри-то нет ничего нет а вот еще одна панель активировалась отлично так походу я был неправ хорошо нам здесь потяжелее будет но ничего не поделаешь нужно проходить причудливая поплыл экранчик уши заметно усложняет задачу это не кажется все что-то дико активировали он туда пошло провод я думал что отсюда сюда на самом деле отсюда туда так смотрю у нас активировалась все при этом эта панелька не активировалась я думаю он активируется когда-то там подальше ладно хорошо но по крайней мере одна из загадок решена можно идти смело дальше одна из локационных загадок не игра безусловно затягивает безусловно здесь даже спорить не буду сейчас пойдем сюда эту панельку мы как раз и активировали мы все по окраинам а там какой-то город все-таки есть так это что за штука дрюка мне кажется когда сделаешь что-то она что-то сделает но пока нам не до нее так здесь опять собирать надо очевидно что как-то вот так вот хорошо это было не трудно посмотрим что здесь отсюда ведет получается к этим панелькам так а здесь пока у нас замок в общем проблема видите что здесь симметрично я могу взять только вот таким образом там да судя по всему нам пока рано решать эту головоломку должно быть активировано сейчас здесь чтобы замок открылся тогда мы идем сюда кругом эти взаимосвязи кругом так здесь не активировалось соответственно провод идет вот здесь активированная на отсюда и начнем посмотрим что кстати упасть вот так вот нельзя просто то есть нужно именно по дорожке пройти что сказать скоротить путь не получится так соответственно здесь тоже пока не работает надо спускаться вот здесь тоже не работает да все загадки между собой связаны здесь тоже не работает значит начинаем отсюда идем дальше чего не нравится чего тебе не нравится не понимаю такое ощущение что нужно что-то нарисовать пока не понимаю что как понять что рисовать непонятно но из чего это нужно исходить то есть здесь нет никаких шариков которые нужно собирать но при этом должна быть какая-то подсказка не совсем понятно мне какое-то определенное рисунок нужно нарисовать может быть он где-то здесь виднеется а я его просто не вижу допустим где-то здесь ладно в принципе суть понятна то есть мы активируем одну панель активируем вторую панель соответственно активируем третью панель от нее идет провод вон туда в четвертой панели таким нехитрым способом активируем все панели что-то получается здесь понятно здесь шарики собирать почему там непонятно что делать непонятно интересно здесь я могу собрать только хотя может быть вот так нет уже 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 я пропал значит это я могу собрать только пойдя вниз то есть получается вот так вот так очевидно что нужно пойти вниз первый раз вниз потом так нет так собрал то все только не все попали ну ладно я не буду запариться на головоломках здесь можно наверное минут по пять тратить на каждую мы сейчас потратим свое время просто на то что посмотрим что тут вообще в принципе есть понятно что открыв что-то здесь мы откроем дальше потому что как я понимаю здесь все между собой связано с определенной локацией допустим какой-то этот выступ на нем все загадки связаны в итоге открывая одну ведете к следующей и последней открывает что-то интересное да или переводит к следующей здесь еще своего рода такие вот руины да судя по всему если мы активируем то и поднимется или опустится лифт здесь что-то типа богара в абсолюте можно спуститься вниз нет не спуститься нельзя здесь нельзя спрыгивать то есть идешь только чисто по проложенной дороге ну соответственно здесь пошли уже совсем другие головоломки наверное вот отсюда надо начинать что нужно все зацепить все обрисовать наверное да сейчас еще раз попробую ну понятно что нужно скорее всего обрисовать весь рисунок хотя может быть вот здесь подсказка есть когда смотришь с этой стороны в принципе особой подсказки здесь нет ну вот видите на каждой на каждой из таких маленьких подлокаций своего рода определенные загадки структуру загадок ладно смысл помните надо почесать свои мозги тогда что-нибудь получится но строк довольно таки большой ладно пойдем дальше посмотрим что еще в локации покажу вам и уже что называется под настроением вечерком когда совсем делать нечего можно потихонечку попариться побегать поразгадывать очевидно что решилась головоломки здесь мы опустимся вниз на лифте и там будут другие головоломки мы это видели ну и опять же очевидно что не разобравшись как решать головоломки на ранних стадиях вряд ли решишь головоломки на стадиях уже более-более сложно здесь ничего нельзя спрыгнуть в то же время нельзя и упасть так то есть отсюда провода идут туда вниз да нужно еще отслеживать что между собой связано как решение какой головоломки ведет к появлению следующей то есть возможности решения следующей тут вообще какие-то подвальные помещения да не ну со звуку прикольно работать все равно ощущаешь себя именно там где ты находишься на картинке какая-то раздолбанная станция и это еще почему-то очень дико напоминает игру из сирвана помните мы такую проходили тоже большое количество головоломок ну они там по большей степени были словесного порядка то есть без хорошего знания английского что-то там понять тяжеловато было очень много текста очень много подсказок в записках но при этом в любом случае игра была притягательна мы его с вами все прошли но не решили там все головоломки то есть там есть головоломки которые опциональны так что он здесь здесь нужно очень четко понимать какой рисунок что значит то есть если три стороны надо обходить его с трех сторон как-то не знаю каким-то таким образом запалить сейчас уже не буду потому что под затянется просто с вами чуть-чуть пробежимся для тех кто не будет играть собственными руками но в принципе здесь не везде можно попасть то есть активируем загадку там активируем загадку а шум где-то там и в этом есть своя прелесть ну да в этом карьер мы не преодолели но честно говоря насколько я помню заявлено что здесь можно провести что полное прохождение игры занимает часов 25 а это для головоломки такого уровня ну очень даже приличное количество времени на нее потрачено согласитесь так здесь я только что был здесь есть возможность спуститься нет такой возможности нет да то есть ты не пройдешь определенное место не преодолев определенные головоломки ну это правильно в принципе тут целое кладбище всяких мест только мы здесь с вами маленько срезали пришли вот этой мельницей идут к этим развалинам города деревни я уверен что вот там наверху мы видим там вот все и закончится ну так просто мне так кажется ну получается что нужно все собрать и при этом что называется попасть поэтому только зашли ну вход вход всегда в принципе простые вещи вот так это мы активировали один путь это мы сейчас мельницу активируем да что завелась нет а или то или другое работает то есть и то и то нельзя ну давай допустим оставим как она активирована посмотрим к чему это приведет а сами пойдем в подвал мельницы тут уже прям хором попахивает а тут в принципе больше ничего нету а для чего сюда спустила бы просто для антурожика так но еще не помню как где-то сразу активируйте я могу только летунду активирую непонятно но опять же сейчас не будем запариваться как я сказал мы все-таки бегло осматриваем игру ну очевидно что чтобы о здесь статуи какие-то какие-то статуи это люди превращенные в камень кто ты страшный человек ты бабушка которая молится наверх кому-то это кручение теперь что я слышу какие-то шаги на заднем плане безусловно плюс игры что тебе сразу выкидывают на весь остров весь остров в своем распоряжении ну конечно кроме тех мест которые решаются попаданием с помощью головоломки но в любом случае это просто побродить даже и то интересно но в принципе все головоломки одинаковые ну не одинаковые так мы поняли но суть тянуты из точки а в точку b так давай посмотрим на нее пошире вот так вот и здесь тоже все неправильно хотя вот на первый взгляд непонятно каким образом мне нужно это преодолеть чтобы было правильно какой-то определенный рисунок нужно нарисовать мне кажется это где-то нужно смотреть в подсказках каких-то рядышком какой именно рисунок нужно нарисовать именно здесь мне кажется это где-то должно быть показано каким-то образом но перед нами такой большой городишко каждая дверь с которого заперта видите вот эти звездочки квадратики ну ладно давайте на этом закончим потому что чем дальше в лес тем сложнее головоломки тем менее понятно мне что со всем этим делать понятно одно игра затягивает игра надолго стилистически игра приятная такие немножко слушай давай добежим мы до туда может я могу до туда добежать мне просто интересно здесь у нас замок большой явно тоже интересный мне просто интересно могу туда в город добежать и пока мы туда бежим я буду продолжать свои изыскания славесные Джонатан Блоу как всегда наверно будет родом начальником определенного стиля головоломок то есть видно что игра сделана с любовью с вниманием к мелочам так а походу я туда не попаду да где попаду там тоже пристань какая-то берег и как я уже сказал так для себя поиграть в удовольствие можно конечно может быстро надоесть людям которые привыкли что не встречают в играх каких-то трудностей да то есть раз запарился два запарился ну вот да плюну надоело но для любителей в принципе жанр головоломок и в частности такого плана передвижения по острову понимание так сказать мира это какая-то статуя слушай здесь очень хороший вид все локации к моему ладони ну мы много пробежали с вами ну конечно бегло но еще много не видели но вот так вот просто осмотреться какого плана тут локации я так понимаю решение пред каждой локационной головоломки приводит к какому-то еще большему пониманию мира игры о слушались какая-то научно останется что ну я сейчас сегодня не выпаду но в одном случае здесь может какой-то главный секрет хорониться так вот сюда я поднимался я хочу на самого выше точку подняться что называется чем выше облака тем лучше вид и тем страшнее да ой глядь не пугался так вот это то место тут люди но такое ощущение что это все в живые люди которые каким-то образом превратились в камень из-за чего-то отсюда вот можем видеть полностью весь остров то есть вот там мы с вами начинали вот в этой точке мы с вами посетили вон те песчаные так сказать локации мы с вами были вот на этой мельнице которая заработала благодаря нам не знаю но заработала вот тут большая локация замок видите внутри лабиринты то есть тоже явно там можно попариться приличное количество времени вот здесь тоже что-то непростое ну я думаю в каждом уголке здесь можно найти какую-то интересную головоломку что здесь какой-то телефон или что это что-то что-то Продолжение следует... 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 И так, немного позже, твоя другая другая другая, другой астронавт, он подойдет к небу, и теперь он смотрит на землю, не как что-то огромное, где он может видеть красивые детали, но он видит землю как маленькая вещь. И теперь, что контраст, между тем белым и белым цветом и красным цветом, и тем тем тем, что-то светлое, что-то такое, что-то страшное, тело, значение, оно становится ambos, такое маленькое или небольшое, и такое прекрасное место в этой природе, что вы можете把 люд balm ееzi уровень, и вы вернете, про вот этот маленький-классный зуб, что-то белое и белое и белое, и все, что значит ничего. Всего истории, музыки, поэты, искусства, войны, смерти, 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 счастья, 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 игроки Все это в этом маленьком месте, который ты можешь поверить с твоей головой И ты понимаешь, что эта перспектива... Символизирует какую-то определенную страну И вся суть ее послания в том, что мы все свидетели того, что происходит в мире И, в общем, очень много философии Но суть в том, что здесь происходит какое-то событие Завязано вот на этом ящике, вот на этом механизме Здесь каждый человек в определенном позе завис Здесь происходит что-то очень интересное, дядька командовал Но, видимо, что именно мы узнаем и можем узнать, только решив все головоломки Насколько я знаю, игры две концовки Но, в любом случае, желаю каждому из вас поиграть в проект И попробовать понять, в чем же суть заложенного Jonathan Blow месседжа С вами был LennyBodyPlay Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки Все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok